Вселенная Баббл, встреча Паучка и Венома, фильм по Симс и Слитый Блейд. Привет, бои и скейлты, с вами Кьюбайт. Добро пожаловать в свежие новости. Как обычно, будем обсуждать, что там интересного произошло в гековском мире за последнюю неделю. Желаю вам приятного аппетита, чаепития, кофепития, приятного там делания ваших дел. Я вот сок, грантовый, ой, грейпфрутовый пью. Короче, вот. Зачем это? Ну, вот так, вот такая информация. Вселенная Бэтмена, которая Мэтта Ривза. Совсем коротенький блог. Дело в том, что стало известно, в разработке находится еще один спин-офф этой вселенной. Пока в разработке активный это только один, это Пингвин, он, в общем-то, уже выходит. На канале есть мнение о первом эпизоде. Смотрел я серию в прямом эфире. Очень понравилось вкратце. Я удивлен, что вот так. То есть, я думал, будет похуже, потому что, ну, спин-офф не обязательно, как будто, к просмотру, но раскрывает подробнее Пингвина. В общем-то, для этого как будто и делаются спин-оффы. Был еще спин-офф, точнее, был сериал, да, про сначала полицию Готэма местную, потом про Аркхем местный. В итоге все это отменилось, и сериал про Аркхем вроде как сначала перенесли во вселенную Джеймса Ганна, потом отменили. Короче, непонятно. Но, тем не менее, он куда-то пропал. И вот теперь в разработке находится новый спин-офф. У Мэтта Ривза как бы попытались поинтересоваться, а... Не про Харви Дента двуликовали это? Он как бы тактично промолчал, не дал информацию. Может быть, какие-то намеки будут в самом Пингвине, может быть, какие-то намеки будут в Бэтмене второй части. И Мэтт Ривз сказал, что к Пингвину он не прикасался, потому что занимался активно Бэтменом 2. Но вот этот спин-офф он хотел бы поснимать, если такая возможность у него будет. Посмотрим. Ну и Бэтмена, наверное, можно поздравить, ему 85 лет исполнилось. И он будет первым супергероем, который получит звезду на Аллее Славы. То есть это не актер, а именно вот герой Бэтмен будет на Аллее Славы. Ну вот. Но эти звезды продаются, как мы уже, в общем-то, обсуждали в новостях. Поэтому, чё удивляться. Вот DC купили Бэтмену звезду. Окей. Дэдпул и Росомаха. Тоже небольшой блок. Он касается, во-первых, сбора фильма. Это миллиард триста миллионов. Отличная цифра. Я думаю, плюс-минус на этом как бы уже фильмы остановятся. Ну, 400 миллионов он, наверное, уже не перешагнет. Хотя, кто знает, ну, далее мы просто уже на цифре. В цифре не сможем отследить результаты сборов. Как там будут зрители платить за подписки. Как это всё высчитывается. Но фильм выходит в цифре 1 октября. То есть уже совсем скоро. Чуть больше недели. И можно будет посмотреть в 4К там или во сколько. Ну, в 4К, наверное, максимальная версия выходит. Посмотреть на голый торс Хью Джекмана. Вот. Ждём. Веном 3, который последний танец, который последний фильм Тома Харди в этой роли. Ну, вроде как вот так сообщается, так рекламируется. Различные инсайдеры, а именно Криптик, Алекс Перес. Там все они намекают, так подмигивают, что в Веноме 3 всё-таки появится Том Холланд. Именно его Человек-паук. Кстати, вот недавно Том Холланд ещё засветился. Он сфотографировался с маленьким фанатом. Целевая аудитория. Кстати, вот. Привет. Вы, наверное, тоже смотрите. Том Холланд появится в Веноме 3. В качестве камё, в качестве небольшой роли Веном и Паучок встретятся. Наконец-то. Потому что до этого у них такой возможности не было. Там только через телевизор они контактировали. Теперь смогут пожать друг другу уже не виртуальную руку. Молодцы. Ещё один сериал помимо Пингвина вышел, который пока в целом меня даже порадовал. То есть, опять же, я тоже не знал, как к нему относиться, потому что актриса замечательная, команда замечательная, продолжение Ванда Вижн, ну вообще Ванда Вижн, любовь моя. Ну, как бы, да, норм. Пока норм. Посмотрим, будет ли разгоняться в последующих сериях. В общем-то, мнение тоже о первых двух эпизодах есть на канале. Возможно, вы пропустили, возможно, смотрели. Но интересно, что Дэниэл Р. Пикей поделился новостями по этой вселенной маленькой Алой Ведьмы. Помните, мы обсуждали, что там порталы уже начали сообщать о разработке фильма о Алой Ведьме. Дэниэл Р. Пикей подтвердил, что действительно такое есть, фильмы разрабатываются, но снимать начнут не скоро. Так что, наверное, фильм о Алой Ведьме выйдет после секретных войн. Я не знаю, как там вообще вселенная будет строиться. Ну вот, пока так. Но Элизабет Олсен терять в роли Ванды Максимов нельзя ни в коем случае. А еще персонажи Обри Плазы и Кэтрин Хан, то есть одна ведьма и вторая ведьма, вот эти две ведьмочки, еще вернутся в других проектах Марвел. Я надеюсь, что в каком-нибудь спешале про сверхъестественное было бы круто. Ну или, просто я не знаю где, в секретных войнах, ну кто их там ждет? Как бы это не ключевые персонажи, и зазывать их там для массовки, ну бессмысленно. Жду в каком-нибудь сверхъестественном проекте, где соберутся всякие твари, там вампиры, оборотни, леший, доктор Стрэндж, ведьмы. Здорово было бы. Начинаем блоки с панели кинопоиска, это если что не реклама. Кинопоиск провел свое мероприятие, мы сегодня еще нетфликсовское обсудим. И представили на самом деле много интересного, потому что обычно вот там пару анонсов может быть какие-то в сердечко, но вот здесь прям есть любопытная информация. Первая касается вселенной Баббл. Вы помните, что вышел первый фильм, потом вышел такой спин-офф «Трудное детство», который выходил сразу на стриминге. И вот в этом году выходил «Майор Гром 2», игра, который, по-моему, был очень хорош, вы можете мнение на канале посмотреть. Но в кинотеатре он провалился, как и первая часть. То есть, ну по крайней мере, я там сейчас сборы не смотрел, но явно он не собрал, потому что бюджет был второй части больше, а сборы, в общем-то, сильно никуда не шагнули. Он провалился. Но, тем не менее, вселенная жива, и она будет активно развиваться. Сначала мы увидим сериал про «Майора Грома», и он выйдет раньше, чем «Фурия». Это удивительно, потому что «Фурия» в разработке сильно раньше, чем сериал про «Грома». Но, ну, как бы, «Гром»-то понятно, что продающий персонаж, и он пока единственный. В этом, мне кажется, и была проблема. Но далее вселенная будет развиваться. Мы получаем уже в 2026 году первый сезон «Фурии». Далее, где-то между 2026 и 2027 годом «Бесобой» появляется. «Бесобой» я реально очень жду. Потом сериал про мироходцев. Это будет первый сезон в 2027 году. Заканчивается этот год, а точнее, между 2028 еще. Это «Майор Гром 3», полнометражный фильм. Далее это «Экс Либрюм» первый сезон в 2028 году. Можете посмотреть, я делал ролик про «Баббл», про вселенную «Баббл», вообще, про то, как создавалась она. Ну, и в том числе, как «Майора Грома 2» на канале он есть. Там я немножко рассказываю про то, как появлялись эти серии тоже. «Бесобой 2» с 2028 по 2029 год. «Фурия» второй сезон в 2029 году. И все это закончится, вот, конец 2029 года, закончится большим кроссовером «Время Ворона», который был и в комиксах. То есть, это все экранизация, это все появлялось в комиксах. Большим кроссовером «Время Ворона», где объединятся все герои вселенной. Планы какие-то, ну, сверхмасштабные. И вот это меня как раз и удивляет, потому что как вселенная может жить без успеха. Ну, то есть, на стриминге, возможно, фильм успешный. Но, тем не менее, первый и второй «Гром», они, ну, как бы... Первый «Гром» еще за... Там была сделка с Нетфликсом. То есть, окей, даже он вышел там в плюс, допустим. Ну, я не знаю, я эту документацию не видел. Но второй «Гром» явно провалился. И после такого вот второго, грубо говоря, провала... Такой анонс масштабный. И анонсируются фильмы, которые неизвестны. А как они соберут? То есть, тот же «Без собой» зайдет он хорошо зрителям или нет. Там «Фурия», может быть... Сразу анонсирован второй сезон. Такой, я не знаю, такого нет даже в Голливуде. Очень редко, когда первый сезон еще не вышел, а уже анонсировали второй. Это когда там все уверены, вот прям молятся. Ну, короче, удивительно. Но я рад, что вселенная «Баббл» не погибла и что она будет развиваться. Но вот как это получается с точки зрения финансовой, это прям интересно. Следующий анонс от «Кинопоиска» — это сериал по «Атоме Хард». По игре. «Майнфиш», они, ну, разработчики студии, которая разработала игру. Она будет помогать в создании проекта. Это будет сериал, который будет и как бы расширять вселенную, и просто показывать ее зрителям более широким. Сенарий напишет «Роман Контор», который писал «Мастер Маргариту», который писал сериал «Эпидемия». И ляжет не только «Игра в основу», но еще и «Книга предприятия 3826», по-моему, называется. Съемки начнутся уже в следующем году, и, ну, это, мне кажется, логичное продолжение, потому что игра была сверхуспешна. Огромное количество мерча даже начали продавать. Я, к сожалению, так и не попробовал игру. Хотя желание было, но как-то вот не нашел. Я не могу Алан Вакера пройти, а тут уж Атомикар. Ну, вот, короче, не попробовал, но, тем не менее, я рад, что вселенная развивается. Чё мне, желать им смерти, что ли? Следующий анонс касается «Сто лет тому вперед». Эта вселенная тоже будет развиваться. Во-первых, они выпустят сериал про Алису Селезневу, и там будет вокруг фильма тоже всякие франшизы, тоже всякие спин-оффчики готовятся. Короче, вот они сделали фильм, теперь они будут еще и сериал делать. «Кинопоиск» делает теперь франшизы огромные вселенные. Это удивительно. Это, на самом деле, прикольный пример, как это вообще возможно. То есть создаются свои франшизы, и они еще развиваются. Это вообще удивляет, потому что на Западе сейчас не так сильно получается, не у всех стримингов. То есть сейчас тоже загадывать рано, может быть, сериал там провалится, но... Ну, ладно. Съемки второго сезона «Кибердеревни» стартуют уже в этом году. В конце этого года. И события будут происходить через год после первого сезона. То есть тоже вот вселенная «Кибердеревни» развивается. Сначала это был веб-сериал, перерос в полноценный сериал, потом это спешл новогодний, сейчас второй сезон. Вообще только рад. Сергей Чихачев, который актер дубляжа и просто актер, вот он еще и получил такое признание. Да, счастлив. «Король и шут»! Я не успел даже оригинальный сериал посмотреть. «Король и шут». Они теперь выпускают фильм. То есть выйдет фильм, актеры вернутся, ну не все, но главные актеры вернутся на свои роли. Но это будет продолжение не жизни, конкретно музыкантов, а это именно фэнтезийного лора развития будет. Это интересная находка, что как бы вот они в сериале, сериал сам по себе является смесью фэнтези, ну то есть лора группы, их песен и их жизни. Теперь же как бы, ну все, их жизнь как бы разобрана, все посмотрели. Теперь уже будет лор песен развиваться в отдельном фильме. Прикольно. И мне интересно, ну то есть будет ли он выходить в кинотеатрах, либо это только для стриминга. Мне кажется, можно было бы запустить в кино, попробовать, что будет по сборам, потому что сериал был сверхуспешным, ну, чтобы было показано, понятно, по обсуждению в сети, среди людей вообще. Многие, мне кажется, знают, что такой сериал выходил. И как интересно зайдет он публике, аудитории в кино. Следующий блок касается похожей презентации, только от Нетфликса. Все это было в один день. У Нетфликса тоже там засыплено анонсами и всякими продолжениями. Во-первых, показали дебютный тизер проекта по Sprinter Cell. Лив Шрайбер, это который играл Виктора Крида, брата Хью Джекмана Росомахи в Росомаха Начало, он озвучит самого Сэма Фишера. По тизеру ничего не понятно, вот если честно. Прикольно, что... Я, кстати, совсем недавно вспоминал франшизу Sprinter Cell, потому что я в нее играл еще, когда... Ну, вот это на телефонах, помните? На кнопочных. Когда там, типа, тебе нужно прятаться за стеной, вот это вот самая мобильная игра. Я такой недавно такой, о, Sprinter Cell уже была. Ну, потом там еще игры выходили более свежие. И вот теперь делают такой аниме проект. Показали еще новый тизер аниме по Devil May Cry. Это делает студия, которая рисовала Легенду о Коре и выйдет в 25-м году. Еще один аниме проект, но это теперь уже по Devil May Cry. Это тоже видеоигровая франшиза. Еще одна видеоигровая франшиза, это проект по Ларри Крофт, который будет связан с предыдущими играми, вот свежими. Вот. Я не знаю, честно говоря, на мой вкус все эти аниме проекты, то есть, когда какому-то, не знаю, пусть это игра, фильм, еще что-то, что-то новое, абсолютно придуманное. Если этому подходит аниме-стилистика, вообще нет проблем. Это можно круто развить даже какую-то креативную составляющую. Но если все делать в аниме, зачем? Я не понимаю этого. То есть, оно не везде подходит, это не какой-то шаблон, который ты везде лепишь и такой, прикольный пресет, аниме-стиль, класс. Можно же попробовать что-то другое, вот. Почему это? Ну, видимо, потому что аниме популярно, но мне кажется, это странным. То есть, меня это как будто даже отталкивает. Показали небольшую фичеретку, небольшой тизер второго сезона Аватара, что его будут снимать, что он, ну, это само собой, то есть, его уже продлевали. Продолжение будет. Если вы посмотрели первый сезон, и вам понравилось, не переживайте, оно будет. А вот финальный сезон Аркейна, который выходит уже этой осенью, будет разделен сразу на несколько актов. Первый акт выйдет 9 ноября, второй акт выйдет 16 ноября, и третий акт выйдет 23 ноября. То есть, они все довольно близко, там немножко нужно будет подождать, и увидите Аркейн продолжение наконец-то. Кстати, игровые франшизы забыли? Киберпанк, аниме, сериал. Вы, наверное, соскучились? Уже же выходил вроде аниме, спин-офф, какой-то сериал по Киберпанку, еще один завезли. Видимо, был успешен, Netflix понравилось, делаем продолжение. А теперь немножко опять возвращаемся. Из аниме мы переходим в лайф-экшен, это One Piece. Во-первых, показали за кулиси, фичеретку по второму сезону, как проходят съемки, как вообще все, ну то есть подготовка ко второму сезону. Далее, Джо Манганьелло сыграет Крокодайла, это уже официально, он вышел на сцену, он радовался, говорит, мне дали роль злодея, типа, одного из самых крутых злодеев, так что я счастлив, это то, что я ждал всю свою жизнь. Джо Манганьелло крутейший чувак, жаль, что пролетел с ролью Девстроука, но вот здесь он сможет оторваться. Рад за него. Ну и показали первый взгляд на Чопера, такой маленький, изерпот. Это все, что касается One Piece. Второй сезон Wednesday, конечно, не забывается, он выйдет в следующем году, и Тим Бертон вернется в качестве режиссера-постановщика для четырех эпизодов. Он в первом сезоне снимал некоторые эпизоды, здесь он тоже вернется, то есть он не забрасывает проект, не то, что он запустил, дал ему крылья, нет, он все еще остается таким идейным вдохновителем и главным визионером этого проекта, что здорово. Конечно же, показали второй, тизер второго сезона Игры в Кальмара. Вот это для меня вообще, конечно, феномен. Выстрелил невероятный сериал, его продлили, все такие, вау, это вообще, ну там, были, конечно, споры, из-за того, что он слишком стал популярным, люди начали одни плеваться, другие хвалить, восхвалять. Но, тем не менее, это нужно признать, что это как бы феномен, так или иначе, он стал очень популярен. Мне Игра в Кальмара в первый сезон Игра в Кальмара понравилась, его анонсировали второй, чуть ли не сразу же, и так долго его делали, это невероятно, я не знаю, это им надо очень сильно, то есть, если бы они довольно быстро сделали, да, могло бы получиться хуже, но хайп бы они залутали. Вот здесь им нужно прям очень круто допрыгнуть до той же планки качества и показать интересный сюжет, игру актеров, чтобы это было так же захватывающе, чтобы вновь разжечь этот костер фанатов, которые собрались там вот так. Потому что, как будто все уже забыли про Игру в Кальмара, и сейчас, я не знаю даже, что сейчас, вот так же популярно. Ну то есть, как будто у Нетфликса очень много хитов, которые вспыхивают, но так же быстро гаснут. Может потому, что время сейчас другое, типа, все настолько быстро меняется, настолько много всяких хитов и не остается вот какой-то крепкой фан-базы. Потому что есть, ну там типа, такие хиты, как, не знаю, там, Назад в будущее, Терминатор, Чужие, которые там 20-30 лет могут спокойно держаться и фанаты, огромная фан-база есть, а вот Игра в Кальмаров вроде такой успех, а как-то как будто забылось, не знаю. И напоследок показали тизер нового сезона это я жду, потому что, ну, Черное Зеркало, это та антология, которая мне очень нравится. Я как будто некоторые сезоны пропускал, я уже не помню. Ну, то есть последний сезон я вроде или все, или почти все посмотрел, но какие-то сезоны я напропускал, так что надо будет пересмотреть, что я видел, что я не видел. Но Черное Зеркало, это достойный проект, это вот такая маленькая легенда прорывная. Блэйд, который с Махершалой Али, но только здесь произошел кроссовер. Это, вы помните, Бодемая, который шоураннер идет там с Диснеем, судится он и все дела, но там грозятся судом, по крайней мере. И Блэйд тоже проблемный проект с Махершалой Али, который никак не могут запустить. Ну, сказали, вот там инсайдеры говорят, что в ближайшие месяцы будет ясно, продлят его, не продлят, и будут делать, не будут делать, либо отменят. И вот эти два инфоповода, они соединились. И теперь Бодемая рассказывает, как он работал над Блэйдом, то есть он работал над одним из скриптов, над одним из черновиков сценария. И он поведал, как он вообще звучал, что это было, что это было за сценарий и о чем был фильм. По сути, он вдохновлялся очень сильно Рейдом и хотел, чтобы представить, как Блэйд заходит в какой-то многоэтажный дом, который наполнен всякой тварью нечистью и начинает просто всех кромцать. Звучит как супер хайп. Ну, то есть добавить немного сюжета, какой-то драмы, но Блэйд в закрытом помещении, в какой-нибудь хручевке, было бы вообще здорово. Представляете, он катаный. Такое бы я посмотрел. С Уэсли Снайпсом еще. Короче, сюжет там такой. Джерика Драм обращается к Блэйду. Блэйд приходит на помощь, и Джерика Драм, это он живет в доме, где происходят все эти события. Джерика Драм, это если что, из комиксов Марвел, действительно такой, Вуду, Доктор Вуду у него еще прозвище. Он даже был за место Доктора Стрэнджа Верховным Магом Земли. То есть это крутой чувак. По-моему, его брат был в Докторе Стрэнджа. Вот я не помню, либо это он сам, либо его брат. По-моему, его брат был. Тоже Драм, его там убили, ну там, как бы это такой. Неважно. Джерика Драм, крутой персонаж в комиксах. Вот здесь он упоминается в сюжете. Он зовет Блэйда, чтобы тот помог знакомой. Блэйд ее тоже знает, потому что он испытывает к ней чувства. Она оказалась, ну до нее докопался вампир. Зовут его Варни, это типа могущественный один из первых, или там самый первый вампир. Он к ней докопался, потому что она оказалась оплодотворена Лилит. Лилит это вообще дочь Дракулы, ну короче, тоже демонша. Лилит. Оплодотворила эту женщину, чтобы у нее, видимо, родился второй Блэйд, грубо говоря. Но оказывается, что все еще сложнее, потому что все жильцы этого дома, это оказывается культисты, которые поклоняются темной магии, всякой мрачноте и Даркхолду. То есть они знают Даркхолде и, в общем-то, поклоняются, наверное, к тону. И по итогу финал фильма должен был закончиться тем, что Блэйд должен решить, что делать ему. Потому что если он сейчас оставит эту женщину, она родит ребенка, ну это как бы там дьявол чуть ли не случай. Ну убить он ее тоже не может, потому что он испытывает чувства. Вот короче, у него такая дилемма. Ну а вот этот Джерика Драма, он бы помогал Блэйду в его путешествии многоэтажному. По этажам это, видимо, как-то строилось бы. Там босс где-то наверху, на крыше это, Лилит стояла бы. Вот. И он бы помогал ему с помощью магии Вуду. Как-то так. На мой взгляд, ну я видел вот в гиковском вестнике в новостном паблике моем, запостили, и люди такие, да, что-то не очень, не очень. Хотя я не могу сказать, что по скрипту это как-то плохо выглядит. Это надо, ну как бы, посмотреть в действии или хотя бы какие-то, может быть, концепты, еще что-то, какой был состав и так далее. Ну, пока непонятно, потому что хорошо подметили в комментариях, что Черновик Мстителей, ну, когда был слив Мстителей 4, все-таки прочитали, что это чушь какая-то, типа, это не может быть правдой. А потом это вышло через несколько месяцев, все-таки, это реально так. Но все считают этот фильм одним из лучших у Марвел. То есть как-то так это работает. Битлджус, Битлджус. По поводу этого фильма совсем короткий блок, просто свет выключился. Битлджус пришел! Я уже три раза точно произнес. Короче, во-первых, у фильма отличные сборы, он там уже свыше 200 миллионов собрал, а у него, ну, почти в три раза он превысил свой изначальный бюджет. Очень крутые сборы, я еще не посмотрел, но оригинальный фильм вот я гляну, и потом хочу сходить в кино, и может быть, даже мнение на канале будет. Так что, ну, не обещаю, но вы поняли. Но самое интересное, появилась новость о том, что Warner Bros. оказывается, хотели пустить Битлджуса просто на стриминг. Короче, у них был такой диалог с Тимом Бертоном. Они договорились о том, что он будет снимать продолжение, и сказали, мы хотим это пустить на стриминг. Он такой, нет, я хочу в кино, чтобы мой фильм шел в кино. Они такие, ну, извини, вот ты хочешь такой бюджет, мы не можем это в кино пустить, мы боимся, что все провалится, никто ничего не соберет. Он такой, они ему поставили условие, мы даем тебе не больше 100 миллионов долларов, во что он там уложился, по-моему, 80 у фильма. И тогда мы выходим в кино. Он такой, по рукам все, и в итоге он оказался прав, фильм отлично собирает, вообще сейчас одни из лучших сборов в этом году. Так что, Тим Бертон шарит, Битлджус надо смотреть. Официально в разработку, в активную, запущен проект по The Sims. Это будет киноадаптация, одним из продюсеров числится Марго Робби, и они хотят сохранить дух игры, они хотят сохранить какие-то мемы, типа как бассейн без лестницы, ну, какие-то шуточки местные, локальные. Режиссером и сценаристом выступит Кейт Херрон, которая работала над сериалом Локи. Это очень хорошая кандидатура, как мне кажется. Так вот, хотят сохранить мемы, хотят сделать фильм смешным, плюс еще, возможно, на вот этом симовском языке, ну, конечно, на вот этом языке сделать весь фильм и пустить с субтитрами. Я думаю, что они шутят, то есть, ну, конечно, никто такое в кино не пустит, это бред, потому что в США не смотрят фильмы с субтитрами, то есть, они в целом такое не любят, это вот какой-то артхаусный, инди может быть, но, но явно не пускать вот такой, по большой франшизе игровой, пускать в кино, что-то, на непонятном языке, на выдуманном тем более. Зак Снайдер официально подтвердил, что работает над сериалом 300 спартанцев, он вернется к франшизе, он поставит несколько эпизодов и выступит, конечно же, продюсером. Скорее всего, это будет не продолжение, а какой-нибудь приквел, спин-офф, может быть, какая-то еще такая расширяющая история, может быть, действительно продолжение, но, тем не менее, Зак Снайдер возвращается, у Зака Снайдера проектов вообще огромное количество, вот сейчас вышел там аниме-сериал про каких-то норвежских, по-моему, или скандинавских богов, я еще не посмотрел, хоть, ну, есть желание. Там игра была на Netflix, мероприятие про мятежный, по мятежной луне анонсировано, короче, выше крыши у него делал. Терминатор Джеймса Кэмерона, помните, совсем недавно я говорил, что Джеймс Кэмерон разрабатывает ремейк Терминатора, ну, то есть, это будет совершенно новое переиздание, и вот он действительно выступил с заявлением в честь 40-летия франшизы, сказал, что, да, будет новая франшиза, будет масштабно, и он сказал, что не будет ни старых актеров, ни какого-то старого подхода не будет, то есть, это вот концепция, вот есть, как бы, Терминатор, но все будет совершенно по-новому сделано. Посмотрим, получится ли у них обновить культовую франшизу. Трансформеры. Во-первых, трансформеры единства, вроде как так он локализован, трансформеры One, которые, там хороший актерский состав в плане озвучания в оригинале. Меня мульт вообще не привлек визуально, но говорят, вот зрители мне даже на стримах говорили, что прикольный, мульт, надо будет, может быть, вместе его посмотреть, потому что меня вообще не привлекают, ну, особо, ни трансформеры, ни вот этот визуал, но тем не менее, говорят, что по трейлерам все не так, а в фильме, типа, все вот как надо, и у него реально потрясающие оценки, хорошие сборы, и сейчас еще продолжение франшизы планируют, то есть, они хотят Парамоун делать вокруг больше трансформеров, а не людей, как это было раньше. Земля, конечно, будет фигурировать, как место локации, одна из, но не ключевая, то есть, это не значит, что теперь опять все будет крутиться вокруг земли, вокруг каких-то там людишек, которые им помогают трансформеры, нет, вот в центре сюжета теперь будут именно трансформеры, ну, а следующий фильм, который выйдет, это кроссовер с Джей Джой, который был анонсирован в последнем фильме, вот, это в итоге состоится. Ладно, и последняя, самая важная новость, это, во-первых, зайдите в описание, подпишитесь на мои соцсети, которые вы, может быть, пропустили, ультимативно, это телеграм-канал мой, где я нечасто что-то почу, где уведомления о стримах, каких-то планах, ролики с разных каналов, почу, куда я выкладываю, что у меня уже 4 канала, я не знаю, зачем столько, ну, вот так, такое есть, потом новостной паблик, тоже в телеграме, очень удобно, может быть, мой твич, где я веду прямые эфиры, там мы смотрим сейчас Агату, Пингвина, ну, и, в общем-то, вы разберетесь, вы и так все знаете, так что, спасибо, что заходите. Да, не было новостей по Эмми, Эмми проходила премия, ну, там, Медведю выдали, Сёгуну выдали, вот классный сериал, и посмотрите, они достойны. На этом все, спасибо, что глянули новости, поддерживайте лайком, и у вас есть что прокомментировать, пообщаться в комментариях с другими людьми, вы знаете, что я вас люблю, и целую вас в попочке. Всё, оставайтесь на канале, ещё увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok